дай афиночка девочка рыжик там дальше за ней лежит дома ухо рода не видно да он слишком низко в общем второе видео перед спешилом дешевого вкуса по фигуркам это от аниме на уменьшить погнали 40 смысле 42 минуты пиздец я попал у гигук был больше меньше 26 погнали как у вас дела это не момент и сегодня мы в кипящей жизнью прекраснейший валин мне кажется ли они маме на лучшее качество видеоряда картинки ему гигуга я какой волосатик и аки хабаре очень ранним утром если вы не знали у меня есть подкаст двумя моими друзьями конором и гартом называющийся трешовый вкус и вы себя чего не с лицами есть подкаст двумя моими друзьями конором ему не таки а просто так цвет упал как будто они под фотошоплены а стив дрочис водолазки игорь потом называющийся трешовый вкус и в начале около года назад мы решили накупить немножечко аниме фигурок просто украсить съемочную площадку так что мы тогда отправились в аки хабару потратили по 500 долларов на аниме фигурки и к тому же устроили небольшой челлендж в процессе всего этого но мы переехали в новую студию и нам захотелось ее обставить так чтобы она смотрелась намного приятнее в прошлый раз мы потратили на фигурки примерно полторы тысячи долларов однако в этот раз мы повысим ставки благодаря вашей ребят поддержки и мы потратим целых 10 грёбанных штук 10 тысяч долларов только лишь в аки хабаре для того чтобы выяснить кто купит лучшие аниме фигурки и первый магазин прямо перед нами это лошенбанк я частенько бываю в этом магазине и в нем целых два этажа на нижнем этаже довольно много аниме фигурок на андроидов и других небольших вещей а на втором этаже вся эта куча дивиди и блюреев и качество видео аниме у аниме мэна монтаж вот это все более высокая чем у и гуко хотя вроде как обычный типа лог ли полу выпуск они по аниме конкретно или какой-то спешил качество высокая ганпла а также крайне много дегенеративных штук которые я не смогу вам ребята показать в этом видео по крайней мере на ю тубе так что я думаю мне придется зацензурить какие-то вещи если хотите увидеть полную версию и заодно поддержать этого пацана то заходите на мой патрон и подписывайтесь ссылочка будет в описании но перед началом видоса по-быстрому объясним правила мы проведем здесь в кихабаре весь день и мы зайдем в четыре разных аниме магазина сначала лошенбанк потом зайдем в эйстап ами ами и наконец мандараки эти магазины разрешили нам снимать и купить у них кучу вещей и перед каждым магазином мы будем тянуть по два челленджа абсолютно слепую если вдруг нам удастся выполнить эти челленджи в данном магазине за отведенное время то мы получим целый балл себе на счет а если не выполним то не получим ни одного и вы можете подумать а мы узнаем кто победит в конце этого видео да нет все таки это как я называю мини спецвыпуск трешового вкуса поэтому сейчас вы должны видеть своих подписках этот самый видос и новый выпуск трешового вкуса и я рекомендую сперва посмотреть это там то что вкусно до с лишним часа пресса мне завтра смотреть уже react пилить пиздец он будет там рендарится наверное вечность видео и видео конора и ганта ссылки будут в описании а затем уже переходить к новому выпуску трешового вкуса где мы соберемся вместе и покажем все что мы купили увидим кто набрал больше всего очков и выиграл этот челлендж а кого постигнет ужасное наказание и я не знаю что это но мне очень итак если вы помните наш первый спец выпуск про аки хабаров и оставлю ссылку здесь посмотрите после если захотите то вы знаете что я спойлер проиграл и это было ужасно мне кажется я сильно старался поэтому в этот раз нашим огромным бюджетом на этот самый спецвыпуск я подумал знаете что я оторвусь этой фигней по полной не буду сдерживаться я буду покупать абсолютно любую хрень которая будет а выглядеть круто и б хорошо впишется на студии но не будем больше тянуть погнали к первому магазину лошенбан где мы встретим наших пацанов гаран тупится стабилизатором мне пришлось отойти туда из-за этого пацана потому что он пиздец как расшумелся обязательно было так шуметь бро да точно он же снимал за интро здесь и кричал обязательно ясно да а этот пацан передирает мою фишку реально нихуё ли он часом а ладно мусорный баккун снова с нами давай мусорный баккун два челленджа для лошенбанга и сразу посмотрел да не мне просто показалось что я вытащил 2 боги гачи пожалуйста пожалуйста ну аниме на больше так сказать подробности закадровал всякого и вот это вас обсуждение чем у гигуга все легкие а нет нет раз было реально жопа и были у конора итак я первый ряд купи фигурку не по аниме желаю удачи это ж легкотня о нет что там купи самую дорогую аниме фигурку которую найдешь уже обращаемся с бюджетом гарнта но если мы найдем дороже и не получит гарнту он не получит балл ага купи фигурку по джоджи и стань в ту же позу думаю у них есть фигурки по джоджи ладно ладно хорошо 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 так так надеюсь на этот раз мне повезет выберите сверху а я взялся я залезу а второй мой челлендж купи фигурку который победит боку то есть любая фигурка в виде спида который играл конор издеваетесь и думаю что не торгуют фигурками по апексу так что ты в жопе они продают фигурки по апексу или лиги удачи галу карты неудачное начало что у тебя второе меня закрой глаза и наугад схвати фигурку или свиток ладно не будем терять время идем в магазин выполнять челленджи итак первый этаж олашенбанга здесь все призовые фигурки маленький мерч и все такое думаю что пацаны начнут смотреть все сверху выкладка на первом этаже заметно изменилась ведь тут вообще все было заставлено фигурками они значками и всем остальным что вы здесь видите кажется большая часть этого была с другой стороны здания я уверен мерч такой более мелкий не фигурки там значки вот это все они выдвинули чтобы лучше продавалась она еще не открыта как я только что понял в общем да идем смотреть так мы нашли все фигурки тут вообще все по фейд есть вариант купить фигурку по фейд и попытаться убедить гарнта что этот слуга может победить гоку придумал каким сраным образом не знаю нас уверс подойдет в нарсуверс есть мощные черти так что думаю да тогда вероятность успеха будет высока как думаешь персонаж ванписа может победить гоку не знаю кто будет победить гоку я вернулся кто вообще может победить гоку я начинаю бояться мы прошли большую часть магазина и я не о неважно я разошел фигурку поджоги о дружи просто глянь джозеф джо старого блин я я сто процентов покупаю секундочку тут еще и эти так ладно аж джоджи мы разобрались это действительно хорошо осталось решить кого мы хотим у фигурок джоджи неровное качество чаще всего они неудачные из-за косяков с лицом и подобного но это охеренно крутая и цена 8000 иен вообще не ударит по бюджету и обязательно возьму я не позитиваю 80 бакс по-моему да знаете кто победит гоку гоку супер стоян бог гоку или гаджета это гаджета даже не верится что я это делаю я гуглю кто убил гоку статья называется dragon ball 4 персонажа убивших гоку и 6 которые были близки к этому ах да пикало убил но я читал а если гурка пикало нет нету черт так погоди кто еще убил гоку гоку black убивает гоку это гоку black да мы можем даже взять супер саян розового гоку black ведь он еще сильнее обычного гоку black который уже потом ты дам боли которого листов сумел убить гоку и что тут говорить если его низшей формы хватило чтобы убить гоку то это розовая версия однозначно убьет и переубьет гоку и по сути мы уже выполнили два челленджа два балла у меня в кармане в первый раз у меня начало было прям совсем уже фиговая так что сейчас я доволен собой дружи а теперь пора попытаться устроить подленку гарнту потому что гарнт в прошлый раз выиграл и он должен купить самую дорогую фигурку так что я буду высматривать фигурки подороже пока самая дорогая фигурка попавшаяся мне в магазине это джозеф джостер которого я уже купил но это лошенбанк у них довольно таки много здоровых фигурок особенно наверху думаю там будут намного дороже так что мы с вами будем смотреть в оба глаза и не скажем ему чтобы устроить подлянку у нас общий бюджет в 10 тысяч долларов на 4 магазина то мы придумали негласное правило что нужно потратить как минимум 500 долларов на магазин мы успели потратить 8800 долларов на джозефа джостера и 2000 долларов на супер стоян розового гоку black и я уже потратил примерно 100 тысяч долларов и мне осталось потратить еще 390 идем искать дорогие штуки вы же меня знаете я люблю персону 5 это одна из моих любимых джи рпг и это а маме арен главный герой персоны 5 фигурка за целых 200 долларов поскольку у нас огромный бюджет думаю выигрышной стратегией будет вместо того чтобы тратиться на множество небольших вещей чтобы набрать минимум в 500 долларов просто взять и купить одну большую вещь которая доведет нас до лимита поскольку я уже выполнил челленджи в этом магазине всего за 100 долларов я поступлю немножко эгоистично и куплю то что лично я очень сильно люблю так что мы хватаем эту фигурку а маме рено из персона 5 фигурка за 200 долларов наша вся моей территории все мне это дешево девушка к тому гигула было 550 баксов и курка фейд по витубером погнали тут одни японские девочки но у них довольно много вещей с ней джи санджи я в последнее время сильно увлекся не джи санджи даже если вы их не понимаете из-за того что они японцы зацените витубер книги также они очень смешные вот эти три очень милые анджи катерина иной тока и лизи хелеста они лучшие подруги они такие веселые вместе очень рекомендую я ищу самую дорогую фигурку о вы взгляните на это обигейл уильямс из фейд гранд ордер 385 долларов мы с конором договаривались сфоткать а самую дорогую фигурку на случай если ее пропустит гарант так что я сфоткаю ее и сделаю кое-что если он крайне коварная честно заметит ли он эту как их а резера была сама дорога 770 что ли баксы прости меня лошенбанк ибо я совершаю грех я запрячу эту фигурку за 400 долларов прямо сюда чтобы он ее не увидел идеальное преступление извини гард я должен был вот мы на втором этаже лошенбанга давайте поздороваемся с пацанами это ебучая статуя охренеть 550 доллар у нас же не музей на самой дорогой гарант я не скажу не скажу черт он нашел фигурку за 550 долларов так что так что там моя небольшая махинация была попросту на боже мой ладно это все будет точно зацензурена модуна звенеет тут кругом хентайной фигурки может быть купить одну соблазн есть не стану лгать но знаете что хорошо гарант проебался правильно да он показал ценник самой дорогой фигурки что у него есть 550 долларов 55 тысяч йен если я найду хентайную фигурку дороже 55 тысяч йен мы выиграем так это 340 286 гигантская мику за 440 долларов снежная мику за 220 обычно мику тоже дорогие и мы можем просто купить фигурку мику давайте возьмем что-нибудь за 250 чтобы набрать минимум в 500 долларов так погоди к это отлично знаешь гарант я уважаю что ты послушал свое сердце ну ты не послушал свой член а наверное стоило обидеть и окей фигурку за долларов это будет несложно здесь их довольно много я канада все тара масштаб 1 6 275 долларов фигурки по лакере нужно брать при каждой возможности черт возьми да дружи берем ее мы принесем классику но искусство в виде этой фигурки на трешовый вкус и вот она прощает фейт и прочую фигню для норме оценители искусства здесь впервые вижу такую фигурку ее можно даже не открывать я знаю что она будет просто охеренной дорогие зрители нам удалось успешно заснять доказательства того что гарант знатно проебенился и я запросто набрал целых два балла отличное начало продолжим также во втором магазине вперед ах да я должен сделать я должен купить фигурку джоджа и встать в позу ты будешь моим свидетелем я купил джозефа джостера окей но самый легкий был в моей жизни не знаю ниже член у тебя во рту можно ли назвать это ладно расстегни кошелинку сейчас секунду ты выполнил свой челлендж гарнт да ты уверен да я правда скажи к ты нашел там самую дорогую фигурку да дождемся подкаста ладушки дождем про спойлер у тебя не а а теперь мы у второго магазинчика это тоже самое здание лошенбанг сейчас позади меня и следующая остановка это эйстап на втором этаже сюда приходят за поддержанными вещами и выглядит довольно впечатляюще я всегда привожу сюда за фигурками впервые приехавших в японию друзей ну и в общем-то да мы не могли не вернуться в эйстап в прошлом здесь было просто потрясающе и надеюсь нам удастся продолжить также удачно как мы начали в лошенбанге и я почти уверен что выиграю на этот раз погнали он так быстро растет помню первый спец выпуск про акибу он впервые снимал что-то на улице и был таким а теперь гляньте он поп он полностью освоился я просто плачу от гордости мусорный баку второй раунд поехали раунд мой раунд я вытащу хорошие челленджи ну хорошо да господи джоу и возьму эту чем на секунду увидела дай мне купи что-то супер эти хотел купи фигурку из теном сериала купи фигурку персонажа кулака северной звезды лавана уже много шанс точно есть я видел их здесь продажи конор ненастоящий геймер я геймер я геймер я геймер это это знаешь ты искал мою игру а второй купи фигурку из недавно просмотренного сериала но я попал джоу и не смотрит аниме и фигурку годжо они у них есть лучше были купи фигурку женского персонажа боги гачи наконец на моей стороне получишь два балла удачи джентльмены заходим и так мы снова в истопе одно из моих любимых магазинов фигурок по-быстрому объясню на случай если вы здесь впервые у каждой из этих витрин есть свой владелец и в них вообще все поддержанное короче продавцы приходят сюда в истоп и арендуют витрину как видите у этой номер w51 и они ставят в них свои фигурки со своими ценниками и истоп устроен таким образом ему магазину и с 2 на такие вот листочки и сюда можно вписать и номер витрины номер товара цену и количество и поскольку они все заперты по вполне очевидным причинам ты ходишь по магазину смотришь на витрину на номер товара они везде указаны записываешь их на этом листочке и идешь с ним к персоналу они идут и собирает все что у тебя выписано вот настолько этот процесс важно нет интересно может кто-то опередить тебя то есть словно вот там в предыдущем магазине ставил фигурка киры и закиры стоит на витрине и вот ты писал номер пошел на кассу и другой чувак уже тоже выписал номер пошел на кассу отдал и тот кто продавец раньше придется заберет тот и тот человек получит фигурку то есть я например получу фигурку до быстрее чем другой чувак ну что мой продавец был быстрее или как это работает интересно а теперь я должен себя спросить че смотрел и так что понимать под недавно просмотренным сериалом думаю что временные рамки не слишком то жесткие так что я попытаюсь купить фигурку потому что я смотрел в этом году и так самым недавним сезоном был осенний были платиновый предел миру к и голубой период я смотрел миру катиан и голубой период пару серий голубого периода но я крайне сомневаюсь что есть фигурки по ним они слишком свежие то еще рано еще слишком рано а зимой у нас были финальный сезон атаки титанов вот это легче ртом а тогда это легко вообще атаку титанов должен быть свежий дизайн должен быть свежий дизайн из новых лады есть и дыра найды на которой сам я смотрел это и вроде бы видел фигурки а еще есть токийские мстители ладно мы еще подумаем об этом но для начала я хотел бы найти кулак северной звезды если я найду крутого кентера рауэлли токи я люблю этих трех персонажей то думаю бал у нас шляпе го смотреть дружи валилка лайтингом реально и смотрел кулак северной звезды но конечно видел то то мерное видео там где он хватает стрелу поворачивает и кидает во врага и второе видео где мужик в стоге сена к пашист такой воп а там этот морда их главного героя крутые ты только глянь боже мой за тысячу долларов лимитировано ну конечно же еще по моему тендеру но если честно эта хрень и на обожаю фигурки стал шейдингом они просто отпадные у нас есть еще много других челленджей например купить самую дорогую фигурку купить больше всех по одному сериалу ближайшего 4 окажется гарнт возьмет самому дорогую фигурку этот челлендж получит балл за 550 долларов то посмотрим 20 долларов их 69 долларам и я думаю что у нас есть неплохой шанс купить близко к 69 будем высматривать ее ведь я хочу эти классные баллы 68 но я хочу 69 в россии любви к дюре раре я хочу 69 еще джоу и горку до 69 уже вы тоже ребята думаю мы все хотим эти классные баллы да я нашел много за 68 знаешь чем можно сделать мы можем спросить продавца технические правила не запрещают спрашивать продавца конкретная вещь октону кендо фигурка лучшее что мы нашли то у задней стеночки так который с кейсера ира о 2 по цене одного черта почему бы и нет без токи конечно но и так норм я никогда ранее не видел трех в одном но нам хватит двух чем нет и цена 2500 йен дешевле просто некуда это был шел вот так запросто ладно идем дальше куда но я хотел бы начать поиски фигурок за за 420 и за 69 уверен что что-нибудь такое найдется а еще хотел бы найти что-то что мне понравится самому может быть что-то непристойное что-то выглядящая абсолютно круто у них есть довольно много больших фигурок на той стороне сходим туда попозже а сейчас мне нужно найти что-то по атаке титанов о погоди-ка секундочку что уметь и но я ибо му генресса да ну это полнометражка полнометражка но я смотрю на май аниме лист и она в осеннем сезоне телеверсия нам нужна фигурка рэнгоку о да да потому что он из му генресса нашли за 69 и 80 вот она на 80 лет больше чем надо но это на 20 иен ближе чем 68 а эти по концу реально хороши глянька черт возьми они секси можешь найти рэнгоку я нашел да да где я видел уже двоих нашел мне его мы прошли мимо него вот блин и он дешевый шикарно никаких возражений она вышла в этом сезоне горит и того мы получаем оба балла мы купили кулак северные звезды за 25 долларов и рэнгоку вышедшего в этом осеннем сезончике сериал вышел в этом сезоне манимый лист подтвердил так что считается за 18 долларов это было легко шикарно и пока что мы здесь я хочу поискать фигурки за 69 долларов и 420 долларов ведь это будут два легких балла так что мне хочется подойти к консультанту и спросить у него а у вас есть фигурки за 69 долларов но сперва и в крайнем случае спросим продавца у еще один рэнгоку это намного лучше ты только глина это меняем и долларов а да похуй меняем на это меняем эти послан данку огонь я их вижу каждый раз когда прихожу в это и я всегда хотел купить одного но не пипец какие дорогие рукава стоит 300 долларов а митсу и стоит 400 долларов охренеть блин горе за 128 долларов чё за херня я люблю горе за что вы так его ребята так ладно еще одна возможность заработать балл мы получаем балл за каждую из оригинального а не оригинального аниме фильма я нашел митсу и свое имя и на нее скидка с 500 долларов до 250 долларов и возьму ее почему нет можно повреждать пока не смотрел твое имя и остальные произведениях кого тэка носку а макота сенка и точно 50 долларов и возьму ее почему нет можно попректиц и кстати это лишний балл это реально круто джонатан и дио никогда такого не видел выглядит просто 1 вы не думаю что мы найдем за 69 тут по ангельским ритмом это прикольно глянь долбаной писты мили часть меня капец как хочет ее купить не знаю почему очень заманчиво чтобы чтобы просто напугать пацанов чтобы не сказали что это за хренатень я никогда такого раньше не видел впишу на всякий случай я потратил пятьсотку я учу ага на четыре вещи мужем и я получил оба балла нарушить золотая правила спросить спросить у продавца если фигурка ровно за 6900円 опять же знаешь я не нарушаю правил потому что такого правила просто нет я переписываю правила дедка 6900円 поп но если нет такого правил то и ничего не нарушаешь хитрый они момент кирину сидио то ли нас дай зеркалиございます о боже мой я придумал самую башковитую стратегию в общем я спросил у него есть ли у вас фигурка точно за 6900 йен и он ответил нет у нас есть много фигурок за 6980 йен но я вот что могу сделать если принесет мне фигурку за 6000 йен я повышу ее цену до 6900 это читерство да за что вот и нет потому что эй не попросишь не получишь детка чуть-чуть мы немного чего чуть-чуть как-то 4 случайно увидел фигурку ты о чем ага случайно 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 не понял как он повысит цену до 6900 это можно предложить цену типа выше тем на боксе цена и случайно попросил сотрудника помочь что идите на правила и запрещают теперь будет правило нельзя просить сотрудников облачу и я не нарушал правило ведь его тогда не было теперь есть так что больше запалился они хонгат зёсу я думал у нас джентльменское соглашение это дешевый вкус какой нахрен джентльменское соглашение буквально в каждом спецвыпуске кто-то как-то читерил а сейчас они ожидают частой игры хрен-то плавал он читерит в каждом спецвыпуске смешно это от тебя слышать никогда не читерил сказал гарант гарант имел наглость сказать и никогда не читерил дагон так сказать на капец как читерили с великами о чем ты говоришь знаешь я пошел у тебя на поводу пошел на поводу я всего лишь пешка в этой игре покажи клип где лихуя дает мне пятюню когда я решил считереть а может подобрать гаранта и меня и отвезти нас к смотровой площадке смекалка знаете ли его дружи я покупаю этого камень а различность спецвыпуск с велосипедной жакова не проебались сильно колесами пробили колесо и а как менять почему мы об этом не подумали мы продумали логистику эти батареи возить там микроавтобусы дела но вот плеть колесо и ству что делать когда пробьем колесо случайно то мы не подумали вот не это немножко вывела из себя 5000 йен но чел сказал лишь бы цена была ниже 6900 йен он повысит ее до 6900 она стоит 5000 йен но если я просто напишу что ты же не станешь врать на камеру нет нет можешь писать цену 6900 я не стану я впишу 5000 там написано 5000 видишь ты считаешь меня лжецом конор на уже с 4 и сделают это снова я жду в очереди для того чтобы купить фигурки и человек передо мной потратил 6 косарей на фигурки кирита да ребята такие атаку правда бывают вот вам доказательства достаточно было попросить это мои чаевые я очень часто суда прихожу я купил тут много фигурок это моя благодарность им ровно 50 долларов за это нет бонуса но это красивое круглое число что же идем в амми амми и так мы наконец вами 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 мы должны носить эти защитные краны в этом магазине мы выбрали гидру и челленджа и это больше приседать ладушки давайте начнем тени первым нет читай вслух конор купи фигурку по аниме которую джоу и смотрел 2020 желаю удачи о нет что у тебя купи что-то выбранное другими двумя так а у меня купи фигурку по сериалу про инцест и крикви я люблю инцест здорово почему мне не досталось мне попроще дай что-нибудь простое купи фигурку по сериалу который пацаны не смотрели удачи в этом удачи тебе кубы почему-нибудь недавнему все норма да ёбаный тыж ну тут можно тоже проебаться гигукт моголь смотрит моментом на так титан смотрим хотя да это хайповое можно вычленить и за я бы ставил на месте сидого что на что-то очень старое там очень мало известные откуда он знает это это старый малоизвестное коленть место какой-нибудь реально если кто-то из двоих них смотрел мехах какой-нибудь древний и мы сегодня явно не везет это выполнимо но мне будет больно приседай при виде каждой фигурки пара zero тебе это хотя бы не вы половой стопе ты бы реально приседал несколько дней купи цветок на стену а легко дай хороший дай хороший дай хороший купи фигурку морского персонажа слава богу это легко купи плюшевого персонажа у меня купи фигурку персонажа американца ядрёна ваш ладно погнали так ладно лично я просто обожаю ами ами и именно из-за этого отдела здесь дорогие премиальные штукенции все они стоят за стеклом естественно и наши сики-си там да не знаю видно вам это или нет рядом с просто потрясающий сикси камена райдера узнаете просто чтобы мы смотрелись как говно но поскольку здесь много премиальных вещей можно не бояться что мы не наберем лимит в 500 долларов проблема в том что многие из фигурок на этих полках только по предзаказу они еще не продаются особенно те что дальше во-первых заработаем баллы а во-вторых попробуем добыть что-то реально здоровенное не хочу выбить в этом магазине 420 но посмотрим американцы да да персонаж американца думаю джо 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 он родился в америке топ но мы уже купили джозефа именно если я куплю дубликат то у меня вычитается один балкой нет купи старого джозефа красава давай лапу ладно тогда ищем старого джозефа боже смотри с ума сойти стоп а кобра американец возможно я даже не знаю кобра американец нет что за кобра проверю американец он или нет да рисковать не буду если в лоре не сказано что он американец я не буду рисковать о шикарном она района на стену почему они там токийские мстители ладно ладно будем иметь ввиду а если что-нибудь инцестное нет только всякая пошлятина а могут боже мой он там подозрительная могут incest 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 какие же некрасивые я бы купил несколько у меня уже есть вот та вот зачем зачем ты смотришь вещи которые не можешь купить джоуи зачем их все равно не выбрал просто у меня есть роза ты просто флексишь перед зрителями у меня есть такая сейчас я не купить но она у меня есть я просто еще инцест оставь меня в покое бро о бля ох блять что что у тебя там для 3 давайте посмотрим что здесь обмен нам он ас считается за американцев я искренне хочу знать считаются они или нет нет не думаю нет они не американцы да они сделаны американцами кажется да кажется американцами а еще мне просто очень сильно хочется купить эту сборную action фигурку из серии амонкас похрен сделаем это ради мемов а могут ради мемов до гигук купила могут с анимумена могут с а рез на седок купит а могут со что-то по нему и забавно брон джеймс однозначно американец погнали дружи восемь тысяч восемьсот йен за фигурку леброна джеймса здесь реально крутые фигурки они мой маленький пони битл джуз парень с дбдшки это просто отпад очень круто что фигурки но узнаете не по анимешкам ну точнее не по японским анимешкам тоже начинают пользоваться большим спросом японии есть и хардкорные коллекционеры таких вещей по американским мультфильмам и комиксам и на хрене на дружу вода небольшая история я купил такую другу в подарок на день рождения давненько уже но за иметь такую в студию было бы просто это не из-за легендов зельда и шуена в мажорите маску нет не оттуда внутри все уступок став охренительно забираем ее а еще смотри сюда это цветок на стену с охотником на охотника да за счет его я тоже возьму а хотя нет вместо этого я возьму вот этот потому что это отчет о бусте и духов мой любимый куплю леброна джеймса просто потому что это реально смешно но наша цель найти старого джобала он американец и он персонаж аниме отдел джорджа постой 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 джонатан нет он британец обычный джозеф они валентайн американец фанни валентайн 21 президент сша нельзя быть президентом америки если ты не гражданин америки хорошо и я нашел свиниток осталось найти инцест и я нашел инцест и очевидно он будет заблюрен для зрителей ютуба и к сожалению она не продается вся эта полка не продается надо подумать не продается представляет собой инцест горн знает ответ да и горн выбрал что-то для меня давай давай я почешу тебе спину а ты потешишь мне ладно какой аниме про инцест а то я не одну эту пути смотрю я не могу найти но не может быть сестренка такой милой или это подобное амика на или домикана ладно слушай просто мысли нестандартно ладно тебе нужно не аниме про инцем аниме в котором есть инцест я не решу за тебя проблему но дам мудрый совет ладно инцест он в сердце он не выставлен напоказ иногда чтобы найти инцест нужно заглянуть внутрь просто просто найди сестренку а дальше уже увидишь спасибо за мудрые слова или благодарен я найти хорошую фигурку за твою помощь да спасибо большое найди инцестную фигурку я найду тебе инцестную фигурку это ни хрена мне не помогло ладно это заказывали кролика не инцест к сожалению впервые в жизни я говорю не инцест к сожалению боже само олицетворение абсолютное олицетворение и не инцестовое аниме точно это сделали начали его более инцестово чем сагири перегруппируемся хочу понять сколько мы на все это потратили в прошлых магазинах мы оставили по пять сотен но в этот раз мы можем потратить побольше до 1000 примерно итак мы уже потратили 584 доллара а значит осталось потратить 420 долларов леди и джентльмены думаю самое время нацелиться на 420 ищем что-нибудь более лимитированное может быть персонажи который встречается ну знаете не так часто даже тоже кобра стоит 200 баксов это совсем неплохо выглядит шикарно заценика мало кто знает она оси то на джо это очень старенькая спортивная манга старенькая манга про бокс она вдохновила ходе бы на и поэта крутейшая сцена это цена мот суки то очень знаменитая сцена из аси то но джо не слышали не нет ценника мне любопытно сколько она стоит и у это же как дела его дружи глянька круто хренью на забавно коллаборации его с различными с годзиллой с крабами раками там не знаю это еще дружи это божественное сочетание она любит годзиллу он сам срежиссировал синг от дела так близко так близко ближайшие что мы вообще видели к 420 думаешь пацаны купили что-то за 420 я не видел ничего за 420 то есть так да верно и близко не войска не было ничего близкого к 420 попытаемся возьмем ее как думаешь не хватает 1300 да все слишком далеко и я подумаю это очень крутая фигура и смотрел эти сериалы этого года я смотрел только первый сезон зверей но смотрел все новое животное окей давай этот и роман га сенсей да слышал что-то по этому поводу вот и гуг подсказал аниме мену это аниме с тестом аниме мен подсказал гигуку насчет его аниме который смотрел немножко с 4 или но друг другу спинку потерли почесали на динок динок давай еще раз чемпион еще раз ты сможешь чемпион вот так вот ты зелен ты зелен ты зелен я всего лишь обернулся зачем я обернулся кто не рискует тут теперь шампанское мы отдаем 433 доллара за фигурку хатсона мику версии memorial dress в надежде что это ближе к 420 чем у пацанов и на этой покупке я заканчиваю можем идти в последнее место погнали стой мы должны решить то что ему нравится или то что ему не нравится да это трудный вопрос он согласится на это вы нашли у дзаки что если мы скажем ее купить помнишь про челлендж до рима это ради было не или лучше какую выберешь либо рэмли булзаки а можно мама код не дайте мне милфу она стоит 300 баксов да ладно конечно бери ее можно дайте мне милфу издевайтесь мы выбрали милфу мы официально заявляем на камеру мы повелеваем гарнту купить милфу я хотел купить крутых фигурок да или нет он реально это сделает я бля сделаю это ну а я бы генерал это грандиозным успехом мы собрали все баллы мы вроде как близких 420 и мы опустошили кошелек гаранта пока сплошные победы но все сводится к последнему магазину мандараки как я упоминал в ходе этого видео неизвестно чего от них можно ждать у них могут быть потрясающие идеально подходящие вещи или же нас там поимеют в нескольких смыслах есть лишь один способ выяснить поехали идем последний магазин что ж милые люди из аммиами попросили нас снова подписать сикисти только на этот раз мы сделаем это покрасивее а еще мы подпишем фартук правильно говорю нет мы или но почему спасибо что позволили нам иметь трешевый вкус что-то сделал что-то сделал что-то сделал что-то сделал он обкончал его боже мой боже боже клавиша межности кстати да как ты умудрился конор как это вообще сделано как сама вытекла намного красивее прошлого сфоткаемся еще раз да сделаем фото что ж был последием магазина мандараки и поскольку магазин последний у каждого из нас будет всего по одному челленджу все-таки конец дня мы немного устали мандараки из тех магазинов особенно гигу кустал приседать у него ноги уже наверно отказывают бедняжка которые меняются с каждым днем так что я понятия не имею что нас ждет внутри но я надеюсь что мы найдем реально классные штуки ну поехали тянуть челленджи последние челленджи дня да тебе челлендж купи фигурку персонажа фэйт которого нету гарда фэйт го да и получу этот балл купи фигурку из сериала которые смотрели все пацаны боже у меня выходит тот же самый челлендж что выпал мне в прошлый раз а именно попроси продавца порекомендовать фигурку и купи ее на японском вперед кимасо леди джентльмены добро пожаловать в мандараки один из моих любимых магазинов с поддержанными аниме манго и фигурками книгами всевозможными игрушками в общем если вы любите японскую гиковскую культуру то вам точно сюда и я должен купить сразу фигурку по фэйт который нету гарнта у меня есть небольшой думаю мы можем сделать обоснованное предположение потому что наби наш оператор как мы видели это внизу увлеченный игрок фэйт го поэтому мы можем приблизительно прикинуть чего у него может не быть коллекции мне понадобится твоя помощь я давненько не играл фэйт го я понятия не имею какие там новые персонажи так что ну а тем временем как я и упоминал в начале у нас есть лимит три тысячи триста тридцать три доллара на каждого и 10 тысяч на всех или точнее 3 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 и я тут посчитал я взял сумму которую я уже потратил в первых трех магазинах вычел ее из 3 3 3 3 3 3 3 и осталось 123 тысячи 799 йен то есть примерно 1240 долларов превышать или мы потеряем балл но ближайся к нему получит баллов и я хочу потратить меньше 123 тысячам 199 но не намного меньше так что прежде чем покупать дорогие штуки идем поищем фигурки по фэйт ой глянь-ка йен-йен здесь уголок совсем что есть по фэйт го да это все персонажи фэйт го как ты думаешь чего у него нет дай подумать я предположу что у него есть машу и скатах всех этих я знаю сейбер очевидно скорее всего есть нам надо бы найти незначительного персонажа фэйт это возможный вариант какая валькирии и набор из трех валькирий то есть три валькирии лансера до за 550 долларов да а что круто как вариант вероятность есть ведь все остальные довольно известные персонажи фэйт го поэтому я и предложил а грей да я так думаю я не в курсе всего происходящего сейчас фэйт го но я играл в прошлом игрой на третьих ролях так что у него вполне может не быть грей может и не быть чё рискнем а то есть будем число я не узнаю принесет ли она мне балл пока не говорю я именно так что думаю мне придется рискнуть я запомню это грей и не думаю что пацаны ее купят давай-ка глянем другие окей что скажешь про биби биби сложно сказать да верно вот в чем проблема с покупкой фигурок по фэйт для этого челленджа просто то что фигурка популярная не значит что она есть у гарнта потому что как ни крути фэйт го это гача и все там зависит от удачи он может души не чаять как раз таки в биби но не факт что он смог вытянуть биби на своем аккаунте поэтому я думаю что нам лучше купить как минимум две фигурки по фэйт года просто для большей уверенности в своем успехе перед нами пиковый гандам гандам за три тысячи триста долларов и нет легче дружи фанаты гандама лютые здесь выставлены всякие дорогие ништяки уже вижу несколько стоящих так давай-ка глянем тут много чего в районе 150 м я обожаю ее дружи это фигурка мумой я не то чтобы большой фанат кабанере но я реально обожаю мумой значит я возьмем ее она всего 200 долларов тут побольше по фэйт го а блин тут одни сейбер да как тебе эта фигурка очень крутая правда на уро тысяча баксов это лошадь джайва и лучше круто коробка с лошадью джон да да будь у меня тысячи баксов кажется он дал мне подсказку но мы должны следить чтобы не превысить наш бюджет во-первых эта фигурка выглядит не вебина круто будет шикарно ее иметь и я могу гарантировать что я получу балл за самую дорогую фигурку уверен же уверен я уверен не за что ну да по гигулу понятно он там 550 бакс все потратил не самая дорогая фигурка а вот седок и долг мог потратить и больше вы бы не потратили тысячу на одну фигурку не нашла увидим я не поверил видел не видел не может такого быть мне кажется самый дорогой чем буду все долго смотреть вы покупкой гора остался 3 минут 1 по фейт го 550 долларов верно помню мне кажется что конор блефует когда говорит мне мол ты уверен конор да я чё их называют они момент гигук конор карт и джоуи конор отбитый он мог купить и за полторы штуки фигурку твои чьи джоуи так не надейся на блин тысячу долларов самая дорогая я так не думаю я так не думаю я до сих пор ни разу не видел ни в одном магазине фигурки хотя бы близкие к тысяче долларам разве что та фигурка по эраге которую я нашел в лошенбанге я думаю коварный ублюдок блефует вообще вами он купил еще одну фигурку по фейт огромную правда но не настолько дорогую но она 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 не может стоить тысячу да обычно от 300 до 500 да не больше ты помогаешь ему инсайдерской информации navi какой информации ты видел что мы купили ты не должен был это видеть это нечестно огромная я искренне не знаю что в их понимании читерство оказывается говорить с оператором это читерство так ладно прикинем если я куплю вот это то думаю балл за самую дорогую фигурку достанется мне едва ли они купили фигурку за почти тысячу да и мы как раз таки можем себе позволить цена грей было 176 насколько я помню да вычитаем 176 остается 7199 йен нам с лихвой этого хватает здесь довольно много фигурок которые стоят примерно столько а вот погоди да это чертова и старство 7000 150 если купим ее минус 7150 я полагаю что у него есть и старт но давай ее возьмем просто чтобы добить до нужной суммы да это сделаю яйца есть ему не надо погнали 3 тысячи долларов круто звучит как крутая идея мы не предотвратим на купим так много парахла зато нам есть чем гордиться аки хабара пережила не лучшие дни магазины закрывались сегодня мы сделали доброе дело мы спасли аки хабару нашими 10 тысячами долларов мы только что спасли аниме спасли аниме так мы спасители аниме мы собственноручно вернули эти магазины с грани банкротства обратно к жизни это все ребята мы устали мы разорены и мы спасли аниме разве можно просить о большем а если хотите увидеть этот челлендж с точек зрения конора и гарнта то переходите на их видео по ссылкам в описании и смотрите конечный результат и реакции на все наши покупки в выпуске трешового вкуса который только что вышел подписывайтесь если еще нет завтра на шоусти и ужасные вещи которые придется делать проигравшему я имею ввиду одного из них но не себя я победитель и да надеюсь вам понравилось я не хочу это повторять я люблю аниме но нет мы не настолько моим ногам и кошельку больно я не настолько его люблю спасибо за просмотр увидимся ребятки спасибо за просмотр поддержите нас на пусть и смотрите ролики на сутки раньше и без рекламы отдельная от огромная благодарность федероиду рэдбанди ивану шевцову и агаманику также большой отлично прекрасно смотрели дальше у нас седок и можно будет завтрак уже перейти уже сегодня поздно во времени маленько на шоу вкус непосредственно спасибо за внимание всем пока